Осень 2011 года. Международная группа археологов проводила раскопки в Боржомском ущелье. Приступив к исследованию древнего захоронения в каньоне реки Кура, ученые даже не подозревали, сколь необычайная находка их ждет. Найденные останки стали сенсационным доказательством существования в прошлом людей-великанов. Восстановив скелет древнего исполина, ученые пришли к выводу, его рост был не менее 10 метров. Но главное открытие произошло после исследования костных тканей. Невероятно, этот гигант умер в возрасте не менее 800 лет. Столько же, согласно писанию, жили библейские великаны-долгожители. Получается, что ветхозаветные тексты – это не мифы, а документальные свидетельства далекого прошлого. В том же 2011 году группа российских ученых-биологов выступила со скандальным заявлением – любой человек бессмертен. Но в результате вмешательства неких высших сил в геном люди были запрограммированы на самоуничтожение. Доктор медицинских наук Виктор Зуев уверен, что человеческий организм может существовать вечно. В 2011 году он выступил с сенсационным заявлением. Старение – это сложная биологическая программа самоуничтожение человека, цель которой – убить человека любой ценой. В 25 лет заканчивается программа роста. Включается программа старения. В самом человеке запрограммирован сложный механизм самоуничтожения – старение. Старение имеет несколько эшелонов. То есть каждый эшелон передублирован другими. Сейчас доподлинно установлено, что механизм самоуничтожения был внесен в генетический код живых существ относительно недавно. Но зачем в природе появилась смерть? Даже среди ученых есть мнение, что она имеет внеземное происхождение. Но возможно ли такое, что некие внешние силы искусственным образом внесли изменения в геном человека и запрограммировали людей на самоуничтожение? Оказывается, этому существуют неопровержимые доказательства. Какую тайну хранят священные рукописи? В течение многих лет не знали, что это такое, что с ним делать. Сенсация. Сакральные тексты утверждают – человек бессмертен. Ошибки в тексте священного писания невозможны. Но темные высшие силы изменили природу человека. В нее вошла болезнь, вместо болезни вошла смерть. В результате искусственной деформации человеческого генома сущность людей навсегда изменилась. Грех стал частью каждого. Отныне всякий человек от рождения подчинен закону старения и смерти. Мутация оставляет свой след в структуре ДНК. Пожалуйста. Это был результат внешнего вмешательства. Результатом грехопадения стало изгнание Адама и Евы из рая. Смертная сущность не имеет права находиться в небесных чертогах. Среди рукописей, найденных в Кумранских пещерах, был обнаружен уникальный свиток, содержащий книгу Еноха. Внук Адама был особенно любим Всевышним за свою праведность. И он стал первым, кто нарушил земные законы и взошел на небеса живым. «Людям была подарена надежда на бессмертие». Согласно тексту книги Еноха, сделать человека смертным – это был лишь первый шаг змея-сатаны. Ревни и свитки сохранили до наших дней историю пропадших ангелов-мифилимов. Падшие ангелы, они пали настолько, что они получили возможность соединяться с дочерьми человеческими. В результате этих связей появились новые жители земли – рефаимы. Рефаимы по своей сущности – змеи-люди. Согласно описаниям, это были свирепые и кровожадные исполины. Во времена их господства земля погрузилась в дьявольский грех. А люди стали рабами сатаны. И тогда Господь решил уничтожить на земле все живое. На земле оказался лишь один праведник. Ной был потомком Сифа, третьего сына Адама. Его семейство Бог решил оставить в живых. Подобные легенды о войнах исполинов существуют практически у всех народов мира. На Руси богатырь уничтожал змея Горыныча. А в Южной Америке со змееподобными исполинами воевали белые боги с севера. Экспедиции программы «Тайны мира» у подножия горы Арарат была обнаружена гробница библейского Ноя. В 700 километрах от нее находится долина Каппадокия. В 1857 году французский священник отец Жарфанион обнаружил здесь загадочный лаз. Спустившись в него, он оказался в колоссальном подземном городе, который спускался вниз на несколько этажей. Спустя полтора века исследователям и ученым так и не удалось до конца изучить многокилометровые тоннели подземных городов. Во многие места даже спелеологи и исследователи не спускались. Существует реальная опасность заблудиться. К примеру, в этом городе одновременно укрыться могут сразу 7 тысяч человек. Первые подземные города в долине Каппадокия появились 3000 лет назад. Но поселенцы облюбовали уже существующие лабиринты. Кто и зачем их строил, до сих пор загадка. Считается, что тут несколько слоев построек. А самые глубокие и малоизученные отличаются от них. Коридоры там позволяли пройти и с полином. Кто и когда их строил, загадка. Ходят легенды, что это были гигантские змеи-люди. Возможно, это были библейские великаны Рефаимы. Согласно легенде, змеи-люди укрылись в этих подземных лабиринтах от кары белых богов. Сохранились предания, что белые боги прилетали на огненных колесницах, метали молнии, а потом всех уничтожали глобальной катастрофой. Возможно, это был потоп. После потопа, в котором выжило семейство Ноя, условия существования на Земле кардинально изменились. Срок человеческой жизни стал сокращаться. А великаны из реальности перекочевали в различные легенды и мифы. Новый закон нового мира. Жить значит умирать. Заложенный в нас дефект на генетическом уровне еще при Адаме, после потопа, оказался преимуществом. Это единственный механизм, который составил нас жить в таком виде, в котором мы сейчас находимся, то есть быстро репопулировать и вымирать, естественно. Но возможно ли обмануть программу самоуничтожения, заложенную в геноме человека тысячи лет назад? Оказывается, современная наука вплотную приблизилась к разгадке величайшей тайны. Тайны бессмертия. Современные достижения в медицине и генетике позволяют творить чудеса. Мне кажется, что в будущем тела можно будет менять так, как одежду. Единственная часть тела, которую невозможно воспроизвести заново, это мозг. Выход перенести человеческое сознание на другой, более совершенный носитель. И тогда можно будет отказаться от устаревшего бренда «человек». Мы будем набором бессмертных существ, которые сами себя перестраивают так, как они считают нужным, биологически, генетически. Работы по переносу человеческого сознания идут полным ходом. По расчетам конструкторов, первые полностью работоспособные аватары будут доступны всем уже через несколько лет. Он будет обладать ровно теми же чувствами, что и человек. Причем на первом этапе эти чувства будут передаваться через интерфейс мозг-компьютера. То есть человек-оператор сможет чувствовать все, что сможет чувствовать аватар. В тот момент, когда совершенные модели аватаров сойдут с конвейеров, проблему обретения бессмертия можно будет считать закрытой. Сознание можно будет до бесконечности переносить с одного носителя на другой. Существо, собранное из запчастей и с загруженным сознанием на жестком диске вместо мозгов. Разве это бессмертие? Можно ли вообще назвать это существо человеком? А что такое жизнь? А жизнь это реализация некой информации. Получается, что телесное бессмертие невозможно. Единственный способ жить вечно – это сохранить то, что делает человека человеком. Разум или душу. Название не имеет значения. Обрести бессмертие можно только переродившись в новой сущности. А для этого мы в любом случае должны умереть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова